Чего вы ныряете? Кварспулин себе закажешь? Кварспулин? Наверное, а что это? Я не ожидал, конечно. О, дагестанские номера. Что у нас есть? У нас есть Mercedes-Benz Е-класса. 124-й кузов. Все как хотели. Ищи. Техосмотр он получил 2 месяца... Сейчас какой? 10-й месяц. В прошлом месяце он получил новый техосмотр. В технически идеальном состоянии, говорит. Есть пару этих мест сжавчины. И он стоит сейчас на сайте 1499 евро. Отдает ему за 1350. Нам нужно ехать 55 минут. Мы там. Сейчас время... Надо брать. Надо лететь. Поехали. Прогреваем. Я думаю, будет нормальный вариант, на котором вы проедете без всяких проблем. Сейчас посмотрим. Одобрено. Еще не одобрено. Сейчас посмотрим. Но по телефону, если он получил новый техосмотр в сентябре месяце, то тебе нужны технические машины. Да. Нет, техника. 1350. Мы вылазим там, скажем, 350 из бюджета. Но у вас было до 1500, по-моему, да? Одна на 700, другая до 1500. Но вы на этом автомобиле уедете и вернетесь еще в Россию. Еще раз приедете. Супер. Вот. А пробег 271 тысяча. Из вторых рублей. Смотри, Денис, мы вот с Мишей ехали, спорили. Подержанные машины в Россию еще возят, не возят? Как-то? Нет, не выгодно. Они дешевле там, если ты покупаешь машину. Вот буквально у меня знакомый, Денис Ростова, он хотел взять 528. 528 стоило здесь 28 бруто. Ну, это 24 что-то такое. Вот. И там он может взять сумму вместе с таможней, если пересчитывать, он практически новую может там взять. Ага. А это была бы там 3-4 летка. Ну, а потому что сейчас пошлины ввели, да, на поддержанную машину? Нет? Курс евро. А, курс евро. Только курс евро. Все то же самое осталось. Ничего не изменилось абсолютно. А, ну у нас просто дилеры не так быстро поднимали цены, наверное, да? Да, ну и они строятся там, в Калининграде, например, BMW, да? Ага. Вот поэтому дешевле там. И тот рынок еще не перенасыщен, так сказать, в России. И много бушек. Ага. И они процентов на 30 дешевле будут, чем здесь в Германии. Когда ты приезжаешь с рублями сюда, пересчитываешь это все в евро, тогда становится дорогой. Я понял. А ты... А рынок не изменился, что там, что там. То есть только курс евро поднялся. Примерно года полтора-два мы уже не продаем машины в России. Были там эксклюзивные, прям, дорогущие машины. Да. Такого. А ты еще из России в Германию не возил машину? Привозили, конечно. Я лично нет. Не, ну понятно, что не ты лично. Люди привозят, да, пытаются продать. Здесь получается тщетно. Не все машины продаются. Тяжело. Немцы не покупают русские машины. Понятно. Им неизвестна история, откуда-то приехала машина. Ну, понятно. По понятной причине, там 90% машины скручены. Со скрученным пробегом очень много сюда приезжают. Поэтому немцы, как бы, очень скептично на них смотрят и их не берут. Ага. То есть дураков нет? Дураков здесь точно нет. Вот домик хозяина. Миша уже весь на нервах. Миша что-то себя чувствует. Не очень хорошо. Когда выйдет, когда выйдет, лучше камеры выключить. Сначала спроси, можно не снимать или нет, а потом уже. Думай себя вот так. Хорошо. Он испугается, скажет, валите отсюда. Конечно. Это с немцем. Они вообще к этому очень... Ладно, тяжело. Будем писать только. Ты знаешь, где это? Ты у себя вот так седали, он носил. Да. Черт, нормально. Ты волнуешься? Я? Нет, со мной Денис Рем. Ничего мне понравится. Понятно. Супер. Расскажи, какой это твой Мерседес? Второй? Третий? Это третий. Третий Мерседес. Класс. В 124-м? Нет. У меня был CLK 320, потом E-ка. 200, нет, 320 дизель. 200. А у тебя Денис был такой Мерседес? 124-го не было. Не было? Классно. А выбирал кому-нибудь, нет? Нет. Вот так вот. Первый, да. Эксклюзив парни, эксклюзив пошел. Таксопарки было три штуки, нам дизельные были, не бензиновые. Ага. И у них тоже пробеги 750, что-то такое, ну там просто. Классно. Один таксист был, который, смотри, смотри, вообще не в авансе. Ему один разбили, а он прям приезжал, тла, там, взял Мерседес. Что же делать? Купили ему точно такой же, другой. Но потом уже смысла не было покупать. Это какого же, 2006-й был, 2007-й. Мы хотели трэш-тачку. Трэш-тачку. Перекрашенные гнилые бампера и крылья, неработающие кондеи, падающие стекла. Отвертка, отвертка. Денис нашел идеальную машину, просто. Трэша не будет. Какой-то просто таких не существует. Да, он сказал, что в Германии таких машин не бывает. Что если вы хотите купить в Германии машину, они все будут хорошие. Чего вы верёте? Заливайте, тут столько хлама. Салон, смотри. Ну немножко там зубы. Нет, пропылесосить, ну и всё. Ну как бы для этого года я ожидал худшие. Тут вообще дыры будут. И работает ровно, да? Километр скрученный. Сколько, ты думаешь, километров пробега? 350 точно есть. 350, это же фигня. Да, это фигня, я думаю. Ну вот сервисная книжка. 273. На ней уже 273 написано? Или это следующее? Да. Денис, а можешь в двух словах рассказать? Техосмотр сложно получить, да, в Германии? Да, ну как, можно и получить так. Но надо очень-очень хорошей связи. И если это где-то всплывет, то тот, кто дал этот техосмотр просто так, получит по ушам. И хорошо получит по ушам. То есть здесь и люди не рискуют. Смотри. Технически, на быстрый взгляд, нормально. То есть для этого пробега, для года, я не ожидал, конечно, то, что у него такая вот будет. Я думал, там сейчас вообще дыры будут. Здесь тысяч пройдет. Думаю, да. Я уже вижу, как я на ней еду по Африке просто. Супер. Карат. Все на границе завидуют мне. Солюнять полторы тысячи евро. И хотят. Да-да-да, полторы тысячи. Полторы тысячи евро, друзья, это сто тысяч рублей. Не, ну мы сейчас торгуемся еще. В идеальном, в идеальном практически состоянии для своих лет мы такого не ожидали. Но все-таки мы думали, что это будет совсем ведро. Правильно? Не, ну нам же Денис помогает. Мы бы с тобой купили совсем ведро, да? Мы купили ведро. На первом попавшемся рынке. Я накрасил. Приятная музыка. Фигайся. Это в этой, в Африке, да? Поменять номера. Спасибо. Именные номера. Крутяк. Все, удачи вам. Мерседес спереди, Михаил, сзади Роман. Или наоборот. Я на Дастер повешу. Не выпьют, оставим. Денис посоветовал. 20-20. Яблочный сок. Я извиняюсь. Мы в Германии пьем яблочный сок. Да, с пеной. Ну и с Польши. Ну потому что только выжили, да. Польские яблоки здесь, говорят, отжимают. Отжимают у фермеров. У фермеров. У Польских. Из Германии. Ну давайте. Давайте за первый приезд в Германии и вообще познакомиться. За все, да. Спасибо большое. Теперь с залпом, да? С залпом. Мы вообще не пьющие. Да. Все, что там доехали? Кстати, в Германии можно выбить такое потолпье. По кушке смело ехать. Что же номер-то блатной? Михаил. Михаил. 3-го, 1-го, день рождения 47-го года Кульдяев. Да, да, да. Мне же сколько? 47-го тебе. 47-го года. В следующем году 70 лет. Да. В 47-м году. 3-го января родился. Нормально. 4-го января. Так, ребята, полтора евро за литр. Кто жаловался, что в России бензин дорогой? Полтора евро за литр. Прям на этот супер чистый, ультра эксклюзивный край капота? Да. Все, рейтинги пошли, рейтинги. И вот так. Теперь вся Африка будет знать, где заказывать тачки. Попрут, попрут, заявки прям. Да, марокканцы сейчас тебе будут писать. Ты по-французски как, нормально? На всех границах. На всех границах. Ну все, жди. Опа! Ну все, и клеим наклейки пока. Сыра, да? Это известно. Ну все. Сейчас на мойку поедем. Второй салон еще мыть. Все. Ну теперь какой нафиг термостат? Никаких термостатов. Теперь, да. Куда мы там? Куда ты там дальше-то? Ну как минимум до Дакара. Да. А дальше? Дальше, ура! Может и дальше. Ура! Приехали на мойку. Красавчика мыть. Не, не этого. Вот этого. Че, ты прочитал, что надо делать? Вообще ничего не понятно. Ну, че непонятно? Ну, знаю, что деньги нужно вот сюда. Все, больше ничего не ясно. Кларс Пуллин себе закажешь? Кларс Пуллин? Ну, наверное. Че это? Ну, или шаунбустер. Давай, деньги давай. Еще один. Два. Так. Может, Кларс Пуллин? Кларс Пуллин? Походу. Кларс Пуллин пошел! Нажимай! Во! Все, помыли. С шампунем. Потратили 3,50 евро. Значит, сейчас будем пылесосить. Потому что салон у нас более грязный, чем машина была. Сейчас будем пылесосить и клеить наклейки. Вот пылесос. Фиг знает, сколько он тоже стоит. Ну, короче, сейчас тут начнем. Не, помыли, отполировали. Все, красота. Пропылесосили. Сзади вообще как новый. Да. Вот. После того, как пропылесосили. Ну, да, конечно. Сзади вообще шикарно. Было достаточно много. Ну, блин, но за 20 лет. Сколько мусора могло накопиться? 24. Не, ну, первые 4 года за ней ухаживали. Вот так вот. Сейчас Видео-шмидео пойдет. Значит, едем мы вот сюда, по-моему, вот этот гараж. К Загиру. Секреты перекупа канал. Вон, ребята, нас уже встают, встречают. Так. Паркуемся. Во, дагестанские номера. Ребята, все как полагается. Дагестан, не сидел. Главное, буквы возьмем. Какие возьмем. Дождь, что-то не ехали, дождь, что Африка собрались. Не деляйте Африки. Зимой, да, это только 8. На пустынном волке поедем в Африку. Пустынный волк. Да. Арабский волк, как ты его? Арабский пустынный волк. Как это, помнишь, Давыдан? По секретному, раскачать надо идти. Мертвые души. А доеет где-то... Тричка до Питера, да? Доеет где-то Бессадес. До Такара, да? Да. Или дальше. Нужно, чтобы дальше доехать. Как доехали. Дальше Кистаун. Дальше Кистаун.